Месяц назад я написал твит о том, что если вы не можете себе позволить переехать в Аргентину, то переезжайте в Великобританию. И получил вал однотипных комментариев, что если вы не можете себе позволить хлеб, ешьте пирожные. И 99% комментариев были в таком стиле. На самом деле, народ почему-то не прочитал мой твит внимательно, потому что там был ответ на предложение Бориса Дженсона, российским ученым, приезжать в Британию. Естественно, что я цитировал этот твит напрямую, и, соответственно, уже речь шла о людях, которые могут переехать в Британию, и я обсуждал альтернативу. Но, как обычно, в твиттере, чтобы постебаться, все не читают твит до конца, хотя там всего 240 символов, и начинают стебаться даже не вникнуть в смысл. Тем не менее, я считаю, что это важная тема, которую стоит осветить. И я этот твит, кстати, вынес в заголовок, можете внимательно прочитать и убедиться, что я имел в виду именно ученых, которым предлагал Борис Джонсон приехать в Британию. И объясню, почему я считаю, что действительно, если вы можете позволить, то Аргентина намного лучше страна, опять же, для людей с какими-то предпочтениями, которые похожи на меня, чем Великобритания. И начну с ситуации first best, то есть предположим, что у вас есть бесконечное количество денег, то есть вообще не паритесь о своих расходах, почему Аргентина может быть лучше Британия. Ну, начнем с первого очевидного пункта, это погода. В Аргентине намного больше солнечных дней и вообще тепло. И это на самом деле ключевой фактор счастья для многих, включая меня. Например, когда я жил в Москве, то зимой я реально страдал, потому что мне не хватало солнца, когда было 4 месяца в году пасмурно. И на все каникулы, на новогодние, на майские, в марте все мои знакомые, включая меня, стараются уехать из Москвы куда-нибудь в теплый край, чтобы просто насладиться солнцем. И в том числе, на самом деле, все рейтинги счастья, они почему-то погоду не учитывают, хотя это ключевой фактор счастья. Если посмотрите, например, на рейтинги счастья, то самые счастливые люди в Европе живут в Скандинавии, там Швеция, Финляндия, Норвегия. А несчастные живут в Испании, в Италии. Только если мы посмотрим на реальные данные, что в Испании шведов живет в три раза больше, чем испанцев Швеции. А учитывая то, что Швеция страна, которая примерно в 4,5 раза меньше, в Швеции 10 миллионов человек, а в Испании 45, получается примерно в 10 раз больше шведов на душу населения живет в Испании, чем испанцев Швеции. И почему? Именно пенсионеры очень часто приезжают в Испанию. Просто они хотят море и солнце. То есть получается, что они из счастливых стран Скандинавии переезжают в несчастливые, потому что солнце, именно солнце делает счастливыми. И для многих людей хорошая погода, это является составным элементом счастья. В Буэнос-Аресе погода просто отличная, не жаркое лето. На самом деле там средняя температура 25-30 градусов, пару недель, когда реально жара, там 35-36, но это пару недель. Сейчас во многих европейских городах такая же история, то есть и Лондон, и Париж, я не говорю про Мадрид, они страдают от жары примерно, тоже 2 недели в году, поэтому разницы с европейским летом нет. А зима очень мягкая, приятная, вот сейчас 20 июля, я сижу на улице, это разгар зимы, на улице 17 градусов, солнышко, и это стандартная зимняя погода. Поэтому не стоит недооценивать влияние погоды на счастье, и даже если вы супермиллиардеры, вы живете в Лондоне, то зиму, которая там 80% дней у вас будет дождь и пасмурно, или просто пасмурно, вы никак не можете купить себе солнце. Это первый, один из самых главных пунктов. Второе, опять же, то, что нельзя купить за какие деньги. Любовь к детям. У меня 5 детей, и я очень ценю, что в Аргентине все любят детей, от людей до чиновников. Здесь очень много детских площадок, то есть я живу в Палермо, это один из самых дорогих районов, и здесь просто азкое количество детских площадок, куда я могу пойти с детям, с детьми. Здесь, когда планируется город, есть возможность построить здание или площадку, и если площадок не хватает, всегда построят детскую площадку. Никто не будет строить дом или торговый центр, если можно построить детскую площадку. В очереди с детьми всегда пропускают. Это реально просто на всех уровнях. Первый раз я поразился этим, когда у меня дочка родилась, ей был один год, мы пошли получать паспорт, мы встали в большую очередь. Нам вся очередь, очередь была все на два, паспорта обычно бывает, долго дают, особенно когда не было еще электронных очередей, это было все-таки 13 лет назад. Нам вся очередь говорит, что ж вы с ребенком стоите в очереди, приходите вперед. Ну, мы люди культурные, мы, в общем, стояли в очереди. Мы простояли, наверное, минуту, и иностранцы, наверное, подумали, что мы не понимаем язык местный, пошли к полицейскому, офицер, который выдавал паспорта, и нас офицер за руку взял и отвел без очереди, чтобы выдать паспорт. И это просто вот везде. На паспортном контроле всегда детей без очереди пропускают. Если вы стоите там, если дети сидят в ресторан, ваши дети безобразничают, не то, что им никто не сделает замечания. Все будут сочувствливо смотреть и жалеть вас, что вам не дают поесть. Никогда не будет не то, что замечания косых взглядов. Вот один из буквально недавних примеров. Я ходил с дочкой на собеседование в университет, она поступала. Я пришел с младшим сыном, и, в общем, мне просто неудобно было оставлять ребенка дома. Я взял его с собой. Он начал безобращивать, и просто глава определенной комиссии говорит, нет, пусть он тут, ничего страшного. У меня самой труды детей, я всегда жалею родителей, у которых дети капризничают, потому что мне жалко мать или отца, и вообще полная любовь. И это, опять же, везде, в больницах, в госучреждениях, на улице. Никто никогда не раздражается по детям. Есть крутая инфраструктура, есть бесплатные детские сады, очень высокого уровня, где дети не только, чтобы они находились с 9 до 5 вечера, а их реально там много игр, много обучающих занятий. И вообще вся страна, мне кажется, построена вокруг детей. И для меня это важно, потому что, еще раз, у меня 5 детей, это, естественно, мои предпочтения. И нигде в мире так хорошо к детям не относятся, как в Аргентине. Следующий пункт – это толерантность к мигрантам и дружелюбия. Европа сейчас тоже идет по пути к толерантности. Мы видим, что фактически пропадает расовая ненависть, хотя, в принципе, она где-то есть. Пропадает гомофобия. В Аргентине, естественно, нет ни гомофобии, ни расизма. Но что я очень ценю – это толерантность к мигрантам. Во всем мире не любят мигрантов. Я жил в нескольких странах, сталкиваюсь с миграционными властями. Даже в дружелюбных странах все равно к мигрантам относятся плохо. Плохо не в смысле, что их бьют, а для них куча всяких бюрократических проволочек, которые для местных просто непонятны. Вот я скажу пример. Местному в Испании получить ДНИ, это внутренний паспорт, занимает час. Вы приходите, подаете документы, и вам в течение часа выдают на руки уже новенький паспорт и новый ДНИ. Для мигранта это, ну я живу долго в Испании, 13 лет, я каждые 5 лет продляю вид на жительство, это вы за 2 часа ловите аппоитмент в одной полиции, который очень тяжело поймать. Ну это дело не я, делают юристы моего университета, но тем не менее это такой квест поймать аппоитмент. После этого вы идете в этот аппоитмент по времени и стоите там 40 минут, а все равно в очереди, чтобы сдать документы. Потом вам в течение 30 дней или 45 дней приходит по почте уведомление, и вы должны ехать обратно в эту полицию, которая находится у чертных куличков, получать этот ДНИ. То есть у них есть технологии, чтобы делать ДНИ для местных за полчаса, но для мигрантов создается специальная недружелюбная атмосфера. И это вот я дал один пример. Такая история в общем везде, за исключением Аргентины. В Аргентине ко всем иммигрантам, включая из России, относятся очень дружелюбные бюрократии, она просто хочет вам помочь без всяких взяток, здесь такого никогда не сталкивался, они просто хотят помочь людям. Вот опять же, недавняя история, у меня друг приехал из Москвы, и мы ему сделали, его всей семье, вид на жительство под ключ за 2 недели. Вот он просто приехал, в течение 2 недель у него были оформлены все документы. Без адвокатов, без каких-то там консультантов, ну я ему помог, я знаю кровотный процесс, я сам делал все с адвокатами, потому что первый раз приехал 15 лет назад, я не знал, как устроено, я нанял и себе, и жене, и своей маме адвокатов, но, как я понял, это вообще не надо. Так вот, у моего друга не хватало одного важного документа. Ну так получилось, что он из Москвы ехал, и документов не хватало. И ему приходит офицер уже на appointment, и говорит, слушай, у тебя не хватает документов, его нужен. Я поговорил с офицером, говорю, слушай, чувак, вообще там война идет, в России в том числе воюют, тяжело получать документы новые, тяжело их переправлять, просто вот почта не работает, и невозможно в течение недели-двух, когда человек хочет оформить, их получить. Давай мы сделаем это сейчас так, а через год, когда будет продлять, через год, он принесет. Он меня выслушал, пошел, поговорил с начальником, я видел, минут пять они что-то совещались, и видимо посмотрели, что действительно у него все документы в порядке, одного не хватает, но видно, что этот документ есть, его можно получить, но просто вот-вот нет у него на руках, и он без него приехал, и ему дали вид на жительство. Ну, естественно, я пообещал, что через год он все привезет, когда будет продлять, но мне тяжело представить такое отношение в других странах мира, миграционных чиновников к мигрантам. И это никакое исключение. У меня много друзей получали вид на жительство в Аргентине, часто у них какие-то проблемы с документами, миграционным властям самим неудобно, они говорят, слушай, ну тут только косяк, давай попробуем поправить, они помогают тебе исправить. Если что-то не получается, хорошо, знаешь, вот ты приходи через неделю, когда принесешь бумажку, ты сразу без очереди, мне нужно будет appointment, ты сразу ко мне приходи, мы все поможем. И вот это везде. Получаешь паспорт, вот я когда получал паспорт в российском консульстве, я человек, у меня несколько высших образований, у меня докторская степень. Обычно я подавал документы на третий раз, они всегда найдут какую-то запятую, к чему придраться. То есть они всегда в анкете найдут, то ли ты написал адрес на английском, а должен быть на русском, то там ул ты сократил не так. И с третьего раза. В Аргентине, даже если у тебя неправильная анкета, они тут же берут ластик, тут же помогают исправлять. И вот ни разу не было, чтобы я там какие-то документы оформлял в Аргентине. С первого раза меня не приняли, даже если вот что-то не так заполнило, они при тебе оформляют. И это не только у чиновников, это у людей. То есть я объехал всю Аргентину, я получил вытенажительство 15 лет уже назад. И самый популярный вопрос, когда после того, откуда вы приехали, я говорю, ну из России, спасибо, что выбрали нашу страну. То есть здесь люди благодарны, что к ним едут мигранты, всем рады. И вот многие люди, вот когда там пишешь про мигрантов, ну конечно там нацисты ехали в Аргентину, да. Нацисты в том числе ехали в Аргентину. Но это не потому, что Аргентина терпима к нацистам. Аргентина терпима ко всем мигрантам. Здесь огромная комьюнити евреев. Здесь очень много евреев. Евреи бежали от погромов, в том числе в Российской империи. Здесь просто районы, где очень похоже на Израиль, когда здесь реально такие радоксальные евреи, там хасиды и все ходят. И это, они чувствуют себя комфортно, никто их тут не угнетает. Они бежали от погромов, их с удовольствием здесь принимали. Здесь огромное сообщество армян, которые бежали от геноцидов Турции. Вот улица, соседняя моя называется Армения. Я живу рядом со площадью, которая называется площадь армянских мигрантов. Недалеко от моего дома есть памятник горе Арарат. Здесь очень много армян, которые бежали и которых всех принимали. Здесь принимают в Аргении всех мигрантов, которые сюда едут и не задают вопросов. Конечно, когда принимают радушно всех мигрантов, в том числе есть небольшой процент нехороших людей, как были нацисты, которые воспользовались радушием аргентинцев. Но мне кажется, выбирая вместо того, чтобы никого не пускать и ко всем иммигрантам по дефолту относиться как к дерьму, как к этому относятся в Америке, в Европе, не люмить мигрантов нигде. Лучше ко всем добродушно и лучше там про это 1% нехороших людей, чем 99% людей унижать и просто показывать, что вы понаехавшие, мы вам здесь не рады. Для меня вот это очень важно. И еще раз, вот такое отношение к мигрантам ты не купишь ни за какие деньги. Следующий пункт, который мне нравится в Аргентине по сравнению с Британией, это diversity даже в богатых районах. Вот я живу в Палермо, это один из самых дорогих районов Бунас-Ареса, и мои дети ходят в обычную государственную школу. И здесь, в Палермо, живут разные люди от миллиардеров и миллионеров до сантехников. Сантехники могут себе вполне купить квартиры в этих районах. Здесь вообще профессиональные рабочие зарабатывают очень неплохо. Они могут здесь жить. И сантехники, и партье, и учителя, и вот все типы людей. Вот, например, когда моя дочка несколько лет назад ходила в эту школу, она сейчас просто уже в старшей школе, но в этой школе, например, у нее были еще раз от совсем таких простых людей, что называется, от рабочих и водителей, до сына главы крупнейшей фракции в местном парламенте. То есть глава правящей партии, глава фракции, ее сын ходил в эту же школу. И ты видишь, что реально в этом районе всех людей. И мне это очень нравится. Когда, например, в Лондоне, гуляя по Мэйфэр или по другим районам, ты видишь, что это районы богатых. Особенно, если идешь ночью, ты видишь, часто половина особняков стоят с выключенными окнами, потому что богатые люди с арабских стран из России скупают особняки, они там не живут. И даже профессора, например, лондонской бизнес-школы, они не могут себе позволить жить, ну, если у них семья около лондонской бизнес-школы. Да, если ты там один человек, ты можешь купить, может быть, one bedroom, но если у тебя там семья, дети, они все вынуждены ездить на метро, потому что при больших зарплатах довольно по любым меркам для них это недоступно. И практически получается, вот, самые классные районы Лондона, это, ну, для богатых или upper middle class. Буэнос-арисы это не так, даже в богатых районах могут себе позволить жить все, ну, кто работает на любых работах. И мне это очень нравится, потому что мне нравится, что мои дети растут в районе, где они видят разные социальные строи, они учатся в школе, где они, и они практически будут лучше интегрированы в обществе, чем если бы я жил в богатом районе Лондона. Вот. Дальше. Удобство городской инфраструктуры. Вот я вообще не пользуюсь машиной. Ни машиной, ни такси. У меня пять детей, но везде можно сходить пешком. Вот просто это суперудобно. Большие супермаркеты, маленькие супермаркеты, куча парков, больницы. Ну, вот все, что надо вообще, вот все, что надо для жизни, там, джаз-клубы, бары, рестораны, театры, вот все в пределах шаговой доступности. Я не ездил на машине, ну, наверное, ну, наверное, точно полтора года вообще не садился за руль и не пользовался такси. Вот исключение, я на такси ездил, у меня друг приезжал как раз делать вот вид на жительство, о котором я уже рассказал, и, в общем, он попросил меня поехать, в общем, ну, это довольно далеко, и вот он попросил меня на такси прокатиться с ним. Вот это вот единственный раз, когда я пользовался такси за там много лет, потому что можно ходить пешком. Обычно все-таки, вот я жил в дорогом районе Мадриди, в Саламанке, там много что есть, например, детских площадок очень не хватает, не хватает больших супермаркетов, все-таки хочется конкретно пошопиться, нужно куда-то ехать. Вот, часто не хватает парков, в Лондоне парков парки есть, но, опять же, по многим остальным вопросам все-таки в дорогих районах придется куда-то ехать, потому что дорогая недвижимость выживает, доступны супермаркеты, больницы и так далее. Много разных парков в городе. В Лондоне тоже много парков, но они однообразны, то есть, это, конечно, опять же, плюс климата, что это субтропический климат и здесь от пальм до елок до роз и вот количество парков с разнообразной растительностью в Бурной Старости просто впечатляет. В Лондоне, конечно, круто, но это все будут такие большие красивые лужайки, но вот такое же, что называется биодиверсити, это не будет и, в принципе, надоедает постароенно смотреть на лужайки, хочется там когда-то сходить посмотреть на кактусы, когда-то посмотреть на розы, когда-то посмотреть на пальмы, в общем, когда-то еще на что-то посмотреть. И вот у Бурной Старости классный климат, что количество парков, оно для меня очень важно, гулять с детьми, гольф-поле от меня, примерно 20 минут на велосипеде ехать, то есть, если кто хочет гольф-поиграть, это не нужно на машину опять же садиться, сел на велосипед или 50 минут пешком, или 20 минут на велосипеде, очень круто. И поэтому, когда был карантин, когда все рейсы были отменены, мы не чувствовали проблем, потому что всегда можно пойти и погулять, и ты чувствуешь себя частью природы. Включая, что в пределах Бунис-Ареса, в самом центре есть такой, ну, можно сказать, небольшой национальный парк, около Порта Мадера, где огромные болота, десятки видов птиц, журавли и прочее. Это просто как загородно. И это круто. И, наконец, опять же, связанно с предыдущим пунктом, чем хороша Аргентина по сравнению с Британией, здесь можно выбрать для себя любую природу, где ты хочешь жить. Здесь природа от тундры до джунглей, потому что Аргентина вытянута с север на юг, здесь есть и пустыни, и красивые горы Песчаные, и в Патагонии горы типа Альп, и джунгли, и Пампа, это степя, где бесконечная луга, и океан, и, в принципе, вот можно выбрать природу, где ты хочешь жить, любую на вкус. Все-таки, конечно, Великобритания это более однообразная страна. Опять же, можно куда-то лететь, но вот если запредел Британии, ну вот если опять же выбирать где жить, то, конечно, это однообразная природа. А в Аргентине больше только разной природы, то есть в Соединенных Штатах Америки, там огромное количество разных национальных парков, огромное количество тоже климатических поясов, и вот, наверное, Аргентина это вторая по разнообразию страна после Соединенных Штатах Америки по разнообразию природы. Это плюсы Аргентины по сравнению с Великобританией для тех, у кого бесконечное число денег и то, что нельзя сносность купить на деньги. Но для среднего класса тоже я считаю, что Аргентина предпочитает, чем Великобритания, потому что вот, опять же, я живу семьей в центре города, в доме, я средний класс, я профессор, и это вполне стандартный кейс. Здесь много людей, которые хорошо работают, много получают, могут жить в центре города, в домах, и не то, чтобы надо почку продать, чтобы так жить. Здесь, если брать по цене качество, очень качественная еда, овощи, вино, и все еще очень недорого. Даже если переводить на раньше зарплатах, все равно уровень мяса, овощей и вина, это очень дешево, и все могут есть качественную еду, а на самом деле, для среднего класса в Европе все-таки дорого, я могу сказать, каждый день есть классное мясо. Это, опять же, для среднего класса это все-таки больше пару с недель. У меня все знакомые, кто приезжает в средний класс в Аргентину, они просто объедаются мясом, овощами, неважно откуда, с России, со Швеции, с Испании, с Америки, они просто набрасываются на еду, потому что все-таки сходить в цейкаоса для среднего класса это в большинстве стран не на каждый день, а здесь это просто обыденность. очень круто, что детские сады бесплатно с двух месяцев. Вот с двух месяцев вы можете, если хотите, ребенка устроить детский сад, во всем мире, где я жил, это не так. В Америке вообще было убийство, чтобы ребенка даже в платный детский сад устроить, мы жили в Лос-Анджелесе, это была просто эпопея, в конце концов, мы так и не попали в сад, который рядом с домом. Насколько я знаю, в Британии с трех лет, а до трех лет это вам нужно как-то с ребенком разбираться, нянь не стоит дорого. И поэтому для среднего класса, в том числе, вот у меня пять детей, для меня это была большая бы трата, если мне пришлось бы нанимать нянь на всех детей, пока они до трех лет. В Аргентине мы в три года, в два месяца не отправили, но с полутора-двух лет мы все детей отправляем в садики, и это близко от дома, это бесплатно, это очень высокого уровня. Как я сказал, не только любят детей, но и вся инструктура, инструктура лучше. Именно поэтому здесь много среднего класса имеют много детей, потому что все-таки вот и в Британии, и в Европе больше, чем двух детей, если ты не в верхушке среднего класса, позволить тяжело именно за и за расходы. Следующая недорогая частная высококлассная медицина. Опять же, я жил в нескольких странах, по цене и качеству здесь очень крутая, частная медицина. Чтобы было понимание, я на страховку себя, жена и пять детей плачу 250 долларов в месяц. Это очень крутая страховка. Она покрывает 100% все операции, все приемы врача, вот 100% и 50% скидка, медикаменты. И на самом деле она реально тоже дружелюбна, то есть не нужно что-то там выбивать, не все остальное. То есть ты приходишь, тебя послуживают, тебе не нужно бюрократию разводить. и это конечно очень приятно. Здесь хорошая государственная медицина, опять же, если вы не хотите платить деньги, государственная медицина очень адекватная, но разница будет, например, в частной у меня страховке, это ты прям очень быстро можешь попасть к врачу, в государство может надо будет дать, если не срочно, несколько недель. когда, например, вот что-то случается, то у меня там вот жена, когда рожала детей, лежит в палате на одного, это как пятизотечный отель, еда как в ресторанах, а в государственной клинике у тебя будет палата на двух человек или на трех человек. Вот это разница на самом деле, но хорошие врачи там и там, опять же, для того уровня сервиса, который предоставляет медицина, это стоит копейки и даже в пересчете на более низкие зарплаты. И на самом деле, вот у меня так получилось, что у одного ребенка генетическое заболевание, мы тратим очень много усилий на чтобы он поправился. Я поразился, что страховка покрывает даже такие вещи, как вот например кетодиета. Кетодиета, она обходится там примерно полторы тысячи долларов в месяц, это почти все покрывается страховкой на 80. Ему полагается так он сильно стоит в развитии ходить в садик с так называемой интеградорой, то есть это специальный там отдельный воспитатель, который ходит с ним в садик, это тоже покрывается страховкой, то есть ему, ей платится зарплата из самой страховки. Ну как я узнал, что даже для людей, у которых нет страховки, государство покрывает зарплату людям у аутизм или у кого какие-то проблемы с развитием, тебе нужен дополнительный специальный обученный воспитатель, который сдает лицензию, который сдает экзамены, который опыт, это все покрывается либо частной страховкой, как у меня, либо государством. Ну и наконец, дружелюбная бюрократия, я обожаю аргентинскую бюрократию, то есть любой столкновенный с бюрократией тебе рады, никто тебя не обхамит, никто тебя никогда не пошлет, никто не сможет сквозь губу, и в принципе, вот еще раз, когда у тебя большая семья, когда у тебя много детей, тебе постоянно приходится какие-нибудь документы оформлять, там садика, любой садик школы, тебе нужны какие-нибудь справки, это все очень легко и просто, потому что тебе все рады. И, конечно, для среднего класса мне кажется, это тоже очень важно, потому что ты не тратишь своих нервов и время, ты просто сконцентрировал на своей семье, сконцентрировал на зарабатывании денег, но ты не тратишь своих нервов, чтобы бороться с бюрократией. Это вот почему я считаю, что в Аргентине, если вы себе можете позволить жить, лучше, чем в Великобритании. Естественно, почему многие не могут себе позволить жить в Аргентине, потому что это требуется деньги, как я рассказывал, в Аргентине найти хорошую работу намного тяжелее, чем в Британии. Поэтому, естественно, что если у вас нет сбережений, или вы не являетесь каким-то крутым специалистом, как IT, или крутой менеджер, в котором может найти работу, или еще какой-то специалист, то действительно в Аргентине с высокооплачиваемой работой намного тяжелее, и поэтому в Британии найти хорошую работу проще. И, соответственно, если кто не может себе позволить жить на сбережении, или у них нет какой-то такой профессии, которая позволит работать либо удаленно, либо высокооплачиваемой, то, конечно, приходится жить в Британии. Вот это был смысл моего твита. Но хочу подчеркнуть, мое сравнение было именно для людей с предпочтениями, как у меня. То есть мне нравится погода, я очень люблю детей, я просто фанат толерантности, мне нравится, когда любят всех людей в мире, а не только граждан, иммигрантов, и всех цветов кожи, и геев, всем это мне нравится, толерантность. Я просто кайфую, что Аргентин супер-террент страны, это мои предпочтения. Мне нравятся хорошие парки, мне нравится там природа, но есть вещи, для которых естественно Британия, есть люди, для которых Британия может быть предпочтительной. Я думаю, что прежде всего это люди, для которых важна крутая работа, карьера не важна где-то, в финансах, в науке. Естественно, Аргентин не может дать удовольствие от таких карьер, здесь просто нет таких работ, здесь нет таких индустрии. Поэтому, если для вас смысл ваша работа, вы кайфуете своей работой, то, конечно, для вас Британия будет лучше. Если вам нравится искусство, особенно симфоническая музыка или вообще вы фанат театров современных, и для вас смысл жизни, это тоже, конечно, Британия, это намного лучше. Если для вас опять же важно быть близко к Европе и часто путешествовать и все, то, конечно, Британия для вас лучше. Мой такой видеоблог был именно для людей с предпочтением как у меня и не стоит его толковать более чем. Ну вот и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!